Незабываемый праздник, яркие выступления и искренние эмоции. В Люберцах состоялся финал ежегодного конкурса профессионального мастерства «Педагог года». В проекте по традиции приняли участие как учителя, так и воспитатели. Кому на этот раз досталось гордое звание и кто будет отстаивать честь городского округа на региональном этапе, покажем в следующем сюжете. В инженерно-технологическом лице и сегодня почти вся педагогическая общественность городского округа Люберцы. Участников конкурса и тех, кто выступит с ними на сцене, можно распознать по ярким вечерним нарядам и необычным костюмам. «Педагог года» уже давно вышел за рамки обычного конкурса. Это по-настоящему яркий и долгожданный праздник. Участвовать я захотела сама. У меня было такое желание уже много лет. Меня пригласили, предложили. Я с удовольствием участвовала. Я знала, что я дойду до финала. Победа будет за нами. В любом случае настрой делать максимум и делать качественно. И, конечно же, хочется побеждать. Такой уже настрой перед последним рубежом именно побеждать. Уверенный настрой финалисты конкурса в полной мере показали в своих выступлениях. Но перед этим на сцене чествовали всех участников проекта. В этом году их 35, 14 воспитателей и 21 учитель. Участвовать в конкурсе было очень-очень трудно. Потому что жюри, большое жюри, которое сегодня в зале, оценивало строго работу на всех этапах конкурса. Выставлялись принципиальные, конечно, баллы каждому участнику. Но конкурс есть конкурс. Но одно то, что вы сегодня на этой сцене, дорогие мои педагоги, это уже большая победа. Вы уже победители. Я с вами искренне хотел бы вам пожелать, кроме хорошего настроения, хорошее здесь зрелище, потому что всегда перед этим годом это некое театральное действие. И я думаю, что в этом году это будет нечто лучшее, потому что из года в год мы совершенствуемся. Лауреатами ежегодного конкурса стали пять учителей и пять воспитателей. Финалисты по очереди выходили на сцену и показывали творческие номера со своими коллегами и воспитанниками. Такая же группа поддержки и в зрительном зале. Я понял, что в нашем округе живут очень творческие люди. Об этом знал всегда. Но так, насколько творческие педагоги у нас, я никогда и не додумался, и не мог об этом подумать. Я понимаю, какая была подготовка, но нужно всегда подводить итоги. Номинация «Воспитатель года» в этом году лучшим воспитателем стала Шумилова Анна Алексеевна. Лучшим учителем становится Сомова Дарья Николаевна. Воспитатель года Анна Шумилова в профессии пять лет. Работает в дошкольном отделении 44-й гимназии. А победитель в номинации «Учитель года» Дарья Сомова преподает математику в 27-й школе. Для меня это большая неожиданность, что я стала победителем, потому что я считаю, что другие педагоги тоже достойны, потому что они профессионалы своего дела. Я не говорила никому о своих планах, но мысли в космос были, конечно же. Я хотела, мечтала, но до последнего сомневалась. Пуиза и Геозырян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.